Они, он стал здоровый, то есть стал расслабленный, взял постель свою и пошел в дом свой. И тот тоже, который у этих ворот лежал расслабленный, тоже сам взял постель и пошел в дом свой. Но более того, есть люди, которые и здоровые были, и они излечились от грехов своих. Вот как еще бывает. То есть они, это духовная просто болезнь, да. То есть им не надо было исцеляться. Ну да, вот они же здоровые и видя веру, и их написано. Вот они здоровые, а тот-то больной. Больной просил еще и исцелил его телесно, просил грехи, исцелил телесно. А эти получили веру, потому что, ну, премесли, потому что веровали. Но тут разговор идет о том, что мы всегда привыкли говорить о том, что исцеление получали и от Господа, интересно. А здесь как бы и люди пришли здоровые, то есть и получили по вере свои. А что они получили веру в Иисусу? Да это как бы с того и другого больного. А сравнение, да... Да он показал, зачем. Да, сравнение, ну, тут одинаково все было. Что там простил, что здесь простил. Ну там, если мы видим по-больному у овечьих ворот, что он действительно верующий, потому что про ангела говорит. Да хватит тебе блистовать, как только начинаются занятия, да что тут выговоряешь, ну-ка... Ну я тебе на руку... Закатушка... Так, ну и что, молимся? Да. Все, больше никого не будет, да? Надеюсь, у Васильевны не будет? Нет, нет, у нее давление поднялось. Сейчас, у Ольги там... Ольга. Господи, Господи, Господи. Царю Небесный, Утешитель от обшестьяны И живезеской И вся исполняя Сокровище благи И в жизни подателю И вселенной И ваш честный И спаси благослови души нашу. Отец Господний, молим Тебе именем Господа нашего Иисуса Христа. Благословите наши беседы, занятия по Слову Твое Святому. Даруй Господи, чтобы никогда Слово Твое не угасало в наших сердцах, в нашем разуме. Чтобы всегда в делах наших мы действовали по Слову Твоему Святому. И никогда не отступали от этого правила, которое Ты оставил нам, Господи. Для того, чтобы мы стали верными Тебе окончательно. Благослови Господи, братья наших трудящихся. Те, кто благовествует сейчас людям, несет Слово Истины Твоей. И даруй Господи, чтобы к собранным в Церкви Твоей еще присоединялись другие люди. Тебе слава Господи, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Продолжаем Евангелие от Матфея. Прочитали первую главу и начали вторую главу. Матфея 2-й глава 1-й стих. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим локвы с Востока и говорят, «Толкование блаженного фракулакта». Капелька, убери это, ухраняй. Вифлеем значит «дом хлеба», а иудея исповедание. Фу! Иди сюда! Исповедание. Да будем и мы через исповедание «дома хлеба небесного». Во дни Ирода написано. Блаженный фракулак говорит, «Евангелист упоминает о выроде, дабы ты познал, что от колена Иудина уже прекратились князи и цари, и должно было прийти Христу. Ибо Ирод был не иудей, а идумиянин, сын антипатра от жены Ровитянки. Когда же прекратились князи иудовы, пришел Христос в чаянии языков, как пророчествовал Яков в Бытие 49-й глава 10-й стих. Указывает на сам царя, потому что был еще другой Ирод, четвертовлазник. Ибо если волхвы и долопоклонники уверовали, то какое извинение остается иудеям. Пришли также и для того, чтобы более просеяла слава Христова от свидетельства волхвов, которые больше были враги Божии и служители демонам. С востока написано. Блаженный Феофилах толкует. И это для осуждения иудеев. Ибо те пришли поклониться Ему, то есть Христу, несмотря на большое расстояние. А евреи, имея у себя Христа, только гнали Его. Заканчивается повествование. Ну тут вопрос можно задать. Почему рождение Христа сопровождается именно такими гонениями на младенца? ну и вообще и все, кто с ним. Почему так получается-то? Ну давайте немножко пообтивнее. Получается? Тут вообще не вопрос, а детство. Вспомним места Писания, которые говорят, что рожденный по плоти всегда гнали рожденный по духу, всегда будет рожда. Царство Тебе Небесного. Потому что сказано царь, родился царь именно. Из-за этого стрякнулись. Да, они испугались. И главное еще, царь-то понятно испугался, что царство придет другое, его сместит. Отец еще придет в Мессии обещанным пороками. Правды испугали. Там даже толкование. Это и есть. Все. Правды. Они, вот эти волхвы, как раз говорится про них, они с Востока. Иудеям, значит, иудеям надо было, иудеям надо учиться было. Они этим с Востока. Потому что они ничего не знали. Они больше демонов ближе, чем к Богу. И правильно. Потому что законы и пророки у кого? У евреев. А при чем нестанно волхвы? Так это и удивляет. Один, говорит, был в Алаам. Это считается родоначальник этих волхвов в Алаам. Это еще книга чисел мы читаем. И он предсказал, что придет звезда с Востока. Еще зрю встал на вершине холма, когда его попросил Царь Малавицкий проклясть народ иудеевский. Он зрю, но еще не скоро. Вижу, но далеко. Еще идет звезда с Востока. Все, больше ничего не сказал. И это пророчество попало потом к его потомкам, последователям его видать, какой-то науки там, ну, будем говорить. Она языческая, полуязыческая, демонская, как тут говорится в толковании. И теперь они это хранят. А что за звезда такая? И вдруг они увидели, правда, светит на небе. Сколько их увидело? Трое увидело. Минимум трое знали об этом и хранили все время в сердце своем. А сколько они лет хранили? Сотни, получается, лет. Сотни сохранили это. Даже не сотни, а получается, тысячу лет они это хранили в сердце. Ну, они передавали друг другу. Да, передавали друг другу. Как великое нечто. А было такое где-то? Ну, хранили, да, люди много сохранили всяких суеверий, превеликое множество. Вот там дорогу код перебежал или что, это же все тысячелетия хранятся. Может быть, даже больше. Но это суеверие. А это закон Божий, мы это читаем в Слове Божьем. Вот что дело. Есть непривержимые доказательства, что это Слово Божьем. И вот с этой правдой они пришли. И они зашли в Иудею, они не знают, что здесь уже деспот. И в простоте спрашивают, а вот по пророчествам же должен царь прийти? Потому что звезда в толковании божественном, в духовном толковании это всегда великий человек какой-то. Всегда это звезда. И вот про звезды, которые говорятся в книге Откровения, которые силы небесные, которые падут, там тоже про звезды, это все говорится о людях, когда будут потрясения, и все. И здесь говорится о звезде, и они поняли, что звезда это великий, но кто может быть великий? Только царь. И придет куда-нибудь в Иудею. И вот они увидели, пришли за звездой, и тут звезда в Иудее потерялась. Но они думают, ну правильно, раз мы пришли на место, где было пророчество сказано, пришли в страну к тем людям, которые этот закон хранят, Бог божественный, ну значит они-то все знают, вот они и спрашивают в простоте. Но это простота привела к тому, что за ними начали следить и начали думать, ага, хорошо бы теперь, чтобы до конца эту их простоту применить к той злобе, которую они решили дальше делать. Те, кто не веровал в закон Божий, а кто не веровал, да пришедшие захватившие власть в семейство из Идумея, природа, они Идумея были. Успокойся. Дальше прочтем. То есть мы узнали здесь, что были пророчества. Второе, ну можно было еще что-то сказать, но мы еще узнаем дальше. Где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Сказывают говорит толкователь, что эти волхвы были потомки волхва Валаама, и что нашедшие его предсказания восходит звезда Якова, и восходит Жезлот Израиля, и разит князей Маава. Число 24 глава 17 стих. Поняли таинство Христовое, и потому пошли, желая видеть родившегося. Слыша о звезде не думай, что она была одна из видимых нами. Нет, то была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды. Так как волхвы занимались наукой о звездах, то Господь и привел их этим для них знакомым знаком, подобно как Петра рыбаря, изумив множеством рыб, привлек ко Христу. А что звезда была сила ангельская, видно из того, что она ярко светила днем, шла когда шли волхвы, стояла когда они шли, особенно же из того, что она шла с севера, где Персия, на юг, где Иерусалим. Но звезды никогда не ходят от севера к югу. Эти волхвы были, кажется, весьма добродетельны, ибо если они пришли поклониться в чужой стране, то могли ли не проповедовать со всею смелостью в Персии? Вопрос о проповеди стоит. При том, кто это? Что мы можем сказать на это? Ну, как бы не написано, ничего проповедовали они в Персии или не проповедовали. Но говорится о их ревности, раз они сюда пошли, то наверное, когда собирались их спросили, а куда вы идете-то? Ну, и так как они о звезде знали, наверное, они какие-то были ближайшие последователи Валаамового учения, которое заключало настоящее пророчество божественное от самого Иеговы. Вот в нашей жизни такое бывает, что незамечаемо божественного и часто кто-то беседовал с нами когда-то и не приняли мы слова эти Христовы за истину. Что для этого надо? Ну, это как бы нам напоминание, что значит надо еще идти к людям, еще и еще беседовать. Ну, что это будет для нас? Ну, для нас это будет спасение, а для тех людей, если они не уверуют до конца, будет осуждение. осуждение. Но, как говорит пророчество Иезекииля, что если ты видишь согрешение брата твоего и не сказал ему о том, то кровь ему и тебе. Иезекииля, Вопрос такой, волхвы это были верующие люди, христиане, кто не вообще были, колдуны, или кто волхвы. Вот волхвы говорят, вот, вот у нас волхвы были, я увидел, ну, на Руси, это были тоже какие-то как язычники такие, а тут вот есть волхвы, как менять. Володя. Волхвы там же было сказано, что они были это, язычники. Потомки то есть они неудеи убили. А потом не христианство пенинг в итоге тут не написано это. Здесь не это написано. Как они если пришли поклониться младенцу. Если золото, ладно, не смертное золото. Ну, считается, что христианами то они все равно станут, ясно, потому что многие ученики Иоанна Крестителя стали христианами. То есть они верили во спасение, то есть они увидели, что это придет Мессия, да, то есть что он умрет на кресте с людей, да, то есть они это пугут. Ну, это вряд ли они получились сейчас, но потом, потом, когда-нибудь их потомки получат. Почему проповедь распространилась так быстро евангельская? Потому что мы знаем, что и в Эфиопии были уже познания о едином Боге, когда Евмок царицы Кондакии читаем, где они святых апостолов ехали, крестился. Он уже пророка Исаию читал, сложнейшие места, надо было только растолковать. Видим, что и в Персии тоже это было. Потом видим, что апостол Павел из Ефеса, это что, это Малая Азия уже, то есть и там знали о едином Боге. Потом читаем дальше, и в Риме уже были евреи со своими пророчествами и книгами божественными, то есть и там язычники, которые были больше обладающие знаниями или желанием, вразивитами так называемые, и тоже уже что-то знали. То есть мир уже наполнялся, но нужно было прийти именно только спасителем. Без него никак христианство не могло прийти раньше времени. Мы только можем предположить, ну а могли принять? Конечно могли, причем тем более тут не так много времени уже остается. Но они-то уже были в возрасте тоже, вряд ли кто-то им дожил. Вот тут принесли дары, зачем они вообще пришли? Какая вот была именно? Мы уже знали. Зачем пришли? Ну это хороший вопрос. Ну вот мне просто любопытно, я не знаю, мне пришли поплониться. На сердце их чуяло, что это великий человек. Бога-человек родится. Может быть, они как-то... Давайте вот откроем давайте откроем число 24-ю главу и почитаем. Давайте вот... 24-е, 17-е стих. и произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виора, говорит муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего. Падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зру его, но не близко. Восходит звезда от Якова, и восстает Жезал от Израиля, и разит князей Мава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владычеством, Сеир не будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою, происшедший от Якова, овладеет и погубит оставшиеся города. Вот говорит он какие слова. Что из этого можно, какие сделать выводы? Тут столько выводов, что голова просто закружится. И все говорят о том, что Израиль какой-то муж будет самым могущественным в окрестных народах. А мы знаем, что во всей вселенной. Не, но могущество все по-разному понимают. Тоже это как было. Ну, они Христа действительно неправильно поняли, что подойдет Мессия могущественный царь, что освободит этого римского гнета. Да, неправильно его... Могущество понимали, будет великий царь. Что такое великий царь? С огромной силой, с властью необыкновенной. Это понятно. Ну, на этот момент какая была власть у Ирода? Была очень сильная власть. Вон, 2011 как-то вы читаете, читал. 14 тысяч. Но это будет вот скоро уже совсем тут будет об этом говориться еще. Но у него была власть? Была. Они не смотрели на эту власть. Они выше этой власти смотрели все равно. Они все равно связывали это с божественным посланием. Ирода получается он же просто за власть такую материальную боролся. Он же не думал, что тут придет сын божий и вообще будет слово поднести. Он просто за свой тон, я так понял. да он? Ирод, ну еще тут еще будет впереди про Ирода. Так что тут еще это все то, что ты сейчас говоришь, что он сейчас разбираться будет. Вот дальше читаем. Вот прямо это и разбираем уже. Третий стих. Услышав это, Ирод царств тревожился и весь Иерусалим с ним. Толкователь говорит. Ирод смутился, как и наплеменник, боясь потерять царство, ибо знал, что оно не принадлежит иудеи. Им надлежало более радоваться, потому что их царю еще в пеленах пришли поклониться цари персидские. Но злые люди поистине безумные. Они не хотели наследовать пророческих предсказаний. То есть можно получается как бы открытое толкование осталось. То есть можно комментировать примеры какие-то приводить злобы людской. А вот и у Иезекииля написано так что злодеи злодействуют злодейски и злодействуют злодеи злодейски. И что из этого можно вывод какой сделать? Откуда пришла злоба? А откуда пришла ненависть? Мы можем только Евангелие Терана 8 глава 44 стих что отец ваш дьявол он был человекоубийца и лжеца сначала и когда вы творите эти дела похоти ваши то творите дела сатанинские отец дьявола натурально и уготовал их на то сатана чтобы они вместе с ним горели в озере огненном все кто слушает его все что относится к человекоубийству ко лжи вот говорят чем отличается почему вас священники не принимают вы чем от них отличаетесь у вас по другому как-то служить кадилы батюшка не так все то же самое а в чем отличие вот в этом отличие что у Христа как написано Евангелие Теана 1 главе свет пришел вот Христос это свет но люди написано более разлюбили тьму нежели свет свет это творение Божие а тьма это противоположность света почему откуда взялась противоположность полнота божественная если свет то есть тьма это закон такой Божий и поэтому по другому никак получиться не может но Бог не делал тьмы не творил ее Бог не творил зла Бог не творил ненависти Он сотворил все противоположно этому а что это любовь и милосердие Сотворим над Богом Господом И все это Было уже у Адама Где это мы видим? Потому что он возделывает сад Эдемский Господь дает ему это задание И он уже ухаживает Уже заботится о Божественном Уже заботится о своей душе Почему? Дерево познания добра и зла стоит по соединению Господь уже дал определение И он не ест с этого плода Что показывает он? Он показывает любовь к Богу И милосердие показывает Почему? Заботится о животных Которых ему Господь дал Он не может заботиться о Боге Человек, потому что он ниже И вопросы задавать о Боге Вообще никаких нельзя Если мы можем там сказать Ну ты там где живешь? Ну что там, как ты там родился? Кто у тебя родители? К Богу мы не можем таких вопросов задавать Почему? Бог о нас заботится А мы заботимся о том, что нам Господь повелел О чем заботиться? О ближних своих О животных О растениях Об этой земле Заботимся О людях вокруг себя Если можем Ну я и сказал О ближних своих А Бог печется о нас Заботиться Ну это я говорю Как должно было быть окончательно Можно еще дополнить Как я понял Или нельзя Мне вообще ничего Ну просто Ну я вот понял так Что здесь как бы сказано о том Как я это вижу Что люди здесь были не духовные А материалистичные То есть они с этой позиции Как бы Ко всему к этому относились То есть Вот Ирод В том числе То есть он за вас именно такой Не какую-то духовную бороться А за материальную Так же вот идет То есть не надо Не учиться Верить Ничего не надо Не обрезываться Ничего не надо Все Ты родился Готов ты уже Вот так вот было у евреев Понятие такое Он даже не был евреем Вот что дело И ему вот эти Как говорится Любовь, милосердие То о чем всегда говорили пророки Когда говорили о Боге О законах его К чему они ведут-то Ко милости везде Ну ты возьми законы Прочти Сначала законы утверждают Повеление Божие Утверждают Власть Божию Над нами Четыре закона А шесть других законов Говорят Как нужно избавиться От ненависти И злобы Вот они о чем говорят Только Вот У нас как раз Все здесь и происходит Когда мы эти законы Начинаем исполнять Поиски, бороды Все Каждый закон ты исполняешь Это все Влажно Это не просто важно Без исполнения этих законов Ты не достигнешь Главного закона Какой это закон главный Спросил И ответ получил Возлюби ближнего Как самого себя Возлюби Господа Бога своего Всей его крепостью своим Всем разумением своим Всеми силами своими Всей душою своей И Ближнего своего Полюби Как самого себя Вот на этих двух законах Рамных Друг другу Зиждется Весь закон и пророки Сказано А что это значит Всю ненависть убрать А мы сейчас говорим О чем Вот церкви Идут опять Опять благословляют Опять благословляют Колонны Опять благословляют Отправляющихся на войну Прям благословляют Те которые пали Памятники Там Ну Чтут героев Вот этих Которые пали Они пали То есть пали Их убили Когда они других стреляли Они были сами убиты И теперь их Священники отпевают Со святыми У покой Вот это Подмена Милосердия Которая пытается Показать Что ты с оружием В руках пошел Убивать другого Но ты за что-то Пошел убивать Вот это милосердие Якобы Это ненависть Это сатана Дал подмену Очень страшную Подмену За эту подмену Теперь Готовы платить Верх придержащие Огромные деньги Они Монастыри Унитазы золотят В монастырях Миллиарды дают На восстановление Монастырей Дают Деньги Субсидии Чтоб священники Были Полковые священники Алтари у них есть Все для того Чтоб эта подмена Только не затихла Им нужно Раздувать Эту подмену Они потихонечку На нее дули Потихонечку Сейчас начинает Пламя подниматься Уже И патриарх не знает Что делать Как Это все ускользает Из-за ворота Ничего нету Людей-то в церкви Не наполняется А казалось бы Наоборот Какое великое дело Делают священники Они их сыновей Провожают в последний путь Когда их убили Кадилами Они их провожают На войну Когда они идут Они бронетехнику Благословляют Все эти здания Ракетные установки Шахты Все это благословляется А мира нет Почему? Да закон-то Божий Не исполняется Это подменяется Он просто Но это только Не только в нашей стране идет Это идет я считаю И так же в Америке И везде Но мы давай Начнем сначала с себя А потом уже начнем Про других Что нам в другие страны Говорить Когда там Вообще не знают Христа Наша цивилизация Она вообще не выживет Даже если не будет оружия То страны не будут нашей Все выживет Господь всех оставит до конца Постепенно будет Все как Во времена Египетских казней Точно так же Будет здесь Потихоньку Подходить к Антихристу В временах Антихриста Будут сначала Поражены Природа Будет поражена Сначала Чтобы мы видели Там вода Будет затухать Это тоже будет Как была кровь Там Здесь будет вода Тухлая Будет Люди будут травиться Главное будет скот Травиться Растения А что это такое Да это наша пища Это наша жизнь Это то что человек себе Это уже предсказание На чем Это откровение книга Апокалипсис Вот здесь Это последняя книга Библии На чем человек Держит господство свое Господство Это значит Ты выше над чем то Человек не может Подняться выше Только как над Богом Но Антихрист Попробует Подняться выше И написано И будет выдавать себя За Бога И многие поверят ему Вот до чего Человек докатится Как это будет А вот ты не думай Что космические корабли Просто туда летают И все Это захват идет Экспансия неба Бог где живет на небе А мы уже небо почти захватили Сейчас лазеры Научимся стрелять И вообще мы Бога сожгем Вместе с ангелами Когда он придет к нам Он же придет сюда Он же сказал Господь я приду А у нас космические силы Он с ангелами А мы и готовы Отбились от Бога Выше стали мы И сами стали жить И властвовать Никто нам не нужен Вот что вкладывает Сатана Когда говорит Будете как Боги Будете равны Он вложил это Еве в уши Ева передала Адаму И Адам принял В конечном итоге Но этот Адам покаялся А кто после него Дети Потомки Мы сейчас потомки Вот они приняли И все вместе Одни не могли сделать Они сделали Придумали власть Государство Чтобы всем вместе Построить Вавилонскую башню Для чего? Чтобы имя у нас было А что такое имя? Да чтоб Бог посмотрел Ты понял Кто мы такие? Как ты смеешь Нас там топить Или еще что-то делать? Мы выше Всего Мы построим Такую башню Ты нас не затопишь Никогда Ну да Там горы Это мелочи Мы построим 20-километровую А теперь В космос залетели Ну давай Топи нас Опоздание Господь сказал И раскаялся Я сказал Господь Сердце своем И больше не будет Потопа на земле Теперь просто будет Огонь сожжет Людей нечестивых Все просто уже Ну попробуй теперь От огня Человек избався Огонь это ядерное оружие В смысле? Что это такое? У Господа Огней много И ядерные И сверхъядерные И всякие разные другие И даже которые Мы не знаем еще Главное что Огненная река У него есть Серная В которой Все нечестивцы Сгорят А через эту реку Пройдут праведники И написано И будут очищены Как в гарниле Золото очищается И воссияют они То есть был Вот такой простой человек Вот сидит Простой Простые люди Вот бабушки Будут идти Через огненный рек Оттуда будут выходить Какие-то небожители Просто существа Они будут отличаться От тех Которые вот они есть Но они будут В тех же телах Но эти тела Будут прославлены Самим Господом За что? За то что здесь Они боролись За заповеди Божии И не уступили Ни одной заповеди Ни одной йоты Не уступили Как Господь Тут будет говорить Еще Вы что думаете Я пришел разрушить Законы Я пришел не порушить их А исполнить Они даже не исполнены Они даже не исполнены Они даже не были Еще исполнены Оказывается Когда Христос Пришел Их даже народ Не начал исполнять Почему? Потому что Сатана Везде обманывал всех И не было Предводителя Который показал бы Нам пример Как их исполнить И вот сейчас У нас есть Начальник жизни нашей Это Иисус Христос Как говорит Господь был Отец Бог-Отец Был вынужден Послать Сына Божьего Что уже настолько Мир уже развратился И сил уже больше Потому он его и послал Чтобы он все Это Восстановил Ну Вот так вот Это очень большая Трагедия Будем говорить Но для нас Это не трагедия А драма Почему? После драмы Идет жизнь Драма Это значит Историческая канва Которая дальше продолжается Трагедия Это когда все Конец Смерть И все Для нас это не трагедия Явилось Хотя на самом деле Послать кого-то На смерть Все Но Христос Смерть его Не смогла взять И когда Сатана Вбежал В преисподнюю Чтобы сковать Христа Наконец-то Ты попался мне Он увидел Что там Небо На месте ада А где же ад? Ну Время сместился Куда-то в другое место И он вбежал Туда Куда ему нельзя Было и тут Был обессилен И он был Сгован За Сатана И сейчас Сатана Скован Написано Иузами адского Мрака Вместе со своими Клевретами То есть бесами Которые были Его страшными Помощниками В его страшных делах Еще до Христа Они сейчас Социологу И так же Сатана Как это сказать Мельче Сатаны Или нет Конечно Это мельче Сатаны Потому что Он уже в теле А на тело Действует Закон Человек Наши занятия А многие Потому что Уверовал Вот он Отличие верующих От них А от попы Не верующие Они не веруют Закон Божий Они получают Деньги От власти Сей приближающей А власти Нужно как раз Чтобы Была крепкая Их власть Чтобы Не смог Майдан Никакие Оранжевые Революции Ни черные Ни октябрьские Не должны Победить Путина Никакие санкции Американские Не должны Его сбросить Для этого Что нужно Для этого Нужно благословлять Воинов Для этого Нужно их Отпевать Прославлять Всяческий День Победы 9 мая Что вот Видите Это правильно Победили же И так далее И как можно Меньше Говорить О том Что творится В душе Человека Когда он убивает Получается Налог Платит Да Церковь Государство За Это Как бы Духовный Антидуховный Налог Называется Ну как налог Путина Ну да Но если Патриарх Пойдет Сейчас и Путин Скажет Знаешь Что мы сейчас Перестаем Благословлять Твоих Этих Всех Каливретов Ну Маршалов И так далее Они у нас Куда благословляем На войну Естественно Защищать Родину Это что такое Это значит убить Другого Чтобы он не зашел На твою территорию Чего непонятного Кто то идет С оружием в руках На твою территорию Благословили его Нет нас не волнует Мы главное Здесь сами Сейчас за себя Пока отвечаем Мы в России Здесь находимся Я не могу быть Космополитом То есть человеком Который живет Во всех странах Я вот русский Здесь Живу Но Я знаю законы Бога И по этим законам Еще никто Никогда не жил Практически Никто Вот в Новом Завете Никто не смог Так прожить Всегда приходилось Воевать Защищаться Почему Всегда шли враги И только одно место Есть Такое в нашей истории Которое никто Никто как бы Не может Растолковать И поэтому Везде вымарывают Когда Тамерлан Хромой старец Это Узбекский полководец Тимур Крутой был Тимур Очень Это он жил в 13 веке Он пошел на Россию В 1395 году Он подошел к Москве Ему оставалось пройти Всего лишь там Что-то 30 верст До Москвы Он остановился И в этот момент Не было никаких войск Ничего Потому что Только что Куликовская битва прошла Потеряли 400 тысяч Убили военными Против татар Когда шли Это уже Не тот был татарин Это Тамерлан Это Тунги были Там Это орда С нами билась А Тамерлан Он из Успекистана Пришел Из Средней Азии Другой полководец У него была Очень сильная армия Он кстати Завоевал всех татар Все были под ним Некоторое время Такой был Мощный полководец И он против Он жестокий Очень был Его называли Железный Тимур Или хромой старец Его там В стрелу Мы родились Все время И он всех побеждал Подошел И люди молились Русские И вдруг Он видит видение Предстала Богородица Ему и сказала Чтобы он уходил Иначе Будет побежден И говорит С такой поспешностью Он побежал Что бросали Бросали Все что награбили Говорит Они в других странах Все было брошено Я над этим думала Я тоже Думаю Вот если бы сейчас Русский народ Стал бы на колени Как вот Ниневия Это была И все Было Конец Предсказывать Думаю Вот если бы русский народ Стал бы Все бы молились На колени Мне кажется Всю эту Америку И все бы Господь отмел А может наоборот Они стали бы Нашими друзьями Зачем их отметать Опять Вот что делать Зачем нам опять Против кого-то Антагонизировать Ну почему Надо чтобы Наши враги Стали нашими друзьями Вот Таберлан Побежал Может и Она так и говорит Вы делайте как мы Мы будем друзьями То есть Ну вот тогда Ну что было Ну тогда было Отчаянное положение Да Так случилось Что всех поубивали Все Но народ Осознал Встали на колени Молились И теперь Это только В житиях Святых Мы читаем Об этом А больше Нигде не Владимирская Икона Божьей Матери Называется Тень памяти Да У нас получается Нация Российская Самая воюющая Как получается Что всю жизнь Какие-то воины Воины Даже сейчас Постоянно воины То есть То есть Самая Скажем Мы неблагопочная Стана В этом плане Да Но американцы Говорят что Вы сами Виноваты Супомида захватили Одна что часть Сушим Сорбиной Житвам Поэтому Из этого Все происходит Что вы Большую территорию Занимаете Ну и они Не совсем Не правы Будем так говорить Дело Дело в том Что мы Даже при наших Больших территориях Никогда Не жили По Евангелию У нас Даже Евангелие Это не было На русском языке Приведено В 1876 Году Когда люди Приехал Редсток Лорд Английский Редсток Его Звали Он был Верующий Человек Но Наверное Присвитер Какой-то Их Пасты И он Начал Рассказывать О Христе В простоте Наверное С переводом Через английский Язык Не мог же Он в совершенстве Знать Русский Собирались Целые Княжеские Роды Слушать Его Богатые Люди Ломились К нему Пожертвования Были Драгоценности Себя Вот так Оживели Рыдая Срывали Дамой И отдавали Ему Это было Перед Первой Мировой Войной Это было В 1876 Это было 25 лет Это был В 1880 Год 1090 И вот После Редстока Там как раз Пошли Дальше Сегодня Сегодняшние Протестанты Так называемые Это все люди Вышли Из запада Которые Сейчас А это проповедник Был западный Такий Западный Как сейчас Приезжают К нам Спокойно Отовсюду Вот это был Первый проповедник Людям Открывалось Евангелие Они ничего Не знали Из Евангелия Читали На цирковно-славянском И не разумели Почему До конца В полноте Ничего не открывалось Языка не знали А Чтобы открыть В полноте Евангелие Нужно и Ветхий завет Было знать С пророчествами О Христе Нужно было знать И деяния Святых апостолов Это Жизнь Истинных Христиан В церкви Истинно-Христовой Сразу после Отшествия Серафим Саровский Женал получается Серафим Саровский Женал Серафиму Саровскому Было открыто Только Приблизительно Нечто Было открыто Если бы он знал Он бы какую-то Общину После себя оставил Мы даже не знаем Об его ученике Одном Вот Мотовилов был Но он не ученик его был Он себя просто Называл его учеником Но он был Просто рядом Находился И все А так-то его Потому что не было Вот таких занятий Как мы сейчас ведем Библейские И первое Чтобы проще было Управлять людьми Для этого Вы имеете в виду Чтобы народу было проще Для этого Не было Развесения Чтобы на войну Управлять Чтобы Для этого Было сделано Подожди Что ты торопишься Наоборот Как раз Никто ничего Вообще не делал И не потому что Или не потому что Потому что Не было этого Потому что Не надо было Как казалось А вот как раз Только Редсток Он и начал Открывать Кружки Благочестия На этих кружках Были духовные занятия Поистине духовные Разбирали Слово Божие Но Их до конца Духовными Тоже нельзя назвать Почему Церковное наследие Это все было Отброшено Протестантами А ну Это сектанство Тоже Лютеранство Там Кальвинизм Это все Они Отбросили Иконы Иконы Жития святых Они взяли Поотбрасывали То есть Мужчина Отверг все это Да Конечно Протестант Поэтому В полноте Они тоже Это не приняли И Игнатий Бринчанинов Уже перед Самой Революцией Незадолго Он Объясняет Рождение Свыше Как понять Рождение Свыше Что такое Господь Говорит о Рождении Свыше От воды И духа Родится Человек Как понять Духа Спрашивает Никодим Ну вот Дух Это ветер Носится где хочет То есть Там пролетает Мы его не знаем Точно так же И дух Божий Он Непонятно Когда Найдет И на кого Найдет Но все Это свыше Падает Свыше Ты сам Не сможешь Этого сделать Ты допустим Решил добиться Какого-то Результата Здесь Стать богатым Стать сильным Полюбить Кого-то Или еще Родить Пятерых Детей Стать Еще Ну у тебя Много Всяких Целей Ты можешь Достичь Достичь Стать Верующим Невозможно Без Бога Который Свыше Тебе Воды и духа А дух Дышит Где хочет Написано Понял И вода Должна быть Какая вода Вода Не просто вода А тебя должны Там крестить Троекратно А кто Верующий Священник Отец Твой Должен быть А Ну тогда все понятно Отец и воспитываю Понял Теперь Воспитатель должен быть И когда Спрашивает Никодин Господа А как я Старец Будучи Уже Ну старцем Как я могу Войти в утробу Матерню Что ли И опять Обратиться И родиться Опять Я не понимаю Этого И Господь Говорит Ты Учитель Израилев И этого Ли не знаешь И мы сейчас Можем обратиться Ко всем Священникам Практически Ко всем Да ко всем Даже не лишнее Будет и к тем Кто понимает Вы Учителя Российского Народа И этого Ли не знаете Бьемся За то С ними Бьемся Со священниками Сейчас Нужно Троекратно Человека Погружать Или нет Да это Вообще Механика Три раза Погружать Или кропить Это механика Ее вообще Как можно было Изменить То что Материально Понимаем И то Пытаются Менять Ладно Духовное Покаяние Это духовное Внутри человека Основного Происходит Тут Человеку Научить Сложное Покаяние Обратиться То есть От греховной Жизни К праведной Это от Господа Вера и есть Но Троекратно Погрузить Такие Дебаты Идут Во имя Отца И Сына Вот первая Первая ступень К рождению свыше Это покаяние То есть Надо перед Богом Себя осознать Погибшим Окончательно Грешником То есть Первую очередь Когда ты До этого До тебя дойдет А для этого Когда ты должен Слово Божие читать Например Заповеди Если все Десятисловия Разбирать И ты увидишь Что в каждом Грехе ты замешан То есть Ты нарушаешь И при том Это осознанно Порой бывает Что идешь на это А апостол Аяков говорит Кто нарушает Одну заповедь Нарушает Весь закон Кто осознает Весь закон И нарушит Одну заповедь Тот нарушил Весь закон То есть Представь Какой ты Перед Богом Оказываешься Грешник То есть Погибший Совершенно Тебе нет Оправдания Оправдания Только во Христе Вот ты должен Поверить В эту Принесенную жертву Иисуса Христа В Его То что Он за тебя страдал И пока ты Не поверишь Свыше Тебе веры Не будет дано Да А ты Ты вот Понимаешь И ты понимаешь Что тут люди хорошие И все Ты бы хотел Точно Ну почти Ну хотим Таким же Как они Ты можешь Даже присутствовать Тебя даже могут Крестить священник Почему Потому что Они вообще Тебе не спрашивают Ничего Деньги заплатили Тебя крестят Он даже Тебя не спросит Веруешь ли ты Во все Что написано В Библии Даже такого вопроса Никто никогда Не задавал людям Просто Люди идут Механически Заплатил Заплатил Становись в ряд Вот они встали Коренки подняли Стоят Всякий Стармал И так далее И начинается Вот пошли Помазывать Тыркать там Везде Смотрите Еще такой вопрос Я фильм смотрел Когда в Америку Высаживались Испанцы там все Они индийцев Крестили В реку Загоняли Да Ну и Крестили Это я вот Тоже считаю Насильно Потому что человек Библию не знает Кто там в реку Загонял Кого Да не было У них Крапили Просто И все Ну да Крапили Что в реку Загоняли Крапили Не надо было Никого Загонять Какой Не надо Гнать Ну это Потому что Не хотели Таскать воду Поэтому Они зашли По коленку Может быть И все Да Там все Пакали То есть Как бы Даже Если насильно Троекратно Погрузили Просто Не в этом А Россия Россия И без насилия Крестилась Понимаешь Не перебивай Россия И без насилия Крестилась И что Да как Брат Было же насилие Такое Ну Нет Насилия Не было Чтоб толкали Кто Говорит Ну а Ничего Там Ага Кто Кто Не придет Ко мне Тот Не друг А раз не друг Значит Кто Враг А раз враг Все Расстрел На месте Что Описание Говорит А без веры Угодить Богу Невозможно То есть Без веры Угодить Богу Крещение Какое там крещение Когда у тебя веры нет Да Смысл Косец Если он даже Не знает Библию Ничего Позагнали В реку Петр же Апостол 2.38 День Он прямо Говорит Покайтесь Ну нам С тобой Легко Разговаривать Потому что Ты уже Целый год На занятия Ходишь И ты уже Сам понимаешь Что такое Хотя бы Ухватить Познание Духовного Библейского Вот что мы Вообще Тут сидим Хотя бы Вот об этом Даже Задуматься И это Очень сложно Для человека Почему люди Говорят Церковь Да там Сколько Да ты что Я вот рядом Соседи живут Я не могу Их К нам Церковь Ну Говорить Прийти Они Я их Хорошо Просто знаю Они молятся Ходят Ну Почти часто Ну болеют Очень Я говорю Пойдемте к нам Прям машину Все подогнал Садитесь Поедем Я поговорю Молитесь Месте с нами Она Мне там тяжело Я говорю У нас там Можно и послушать Все Нет Не хотят Хотя у нас Запрещено Церковь звать Но они как бы Уже сами Говорили Что интересно Там у вас Посмотреть Я говорю Пожалуйста Пойдемте И никто Не идет Вот рядом Они меня знают Как облупленного И Они мне дом Свой доверят Что эти Охранять Но В церковь пойти Почему Ну потому что Церковь там Скучно Там надо делать То Что человеку Непонятно Духовное Надо делать А духовное Это Нематериальное Духовное Оно Воспитывает Душу Оно Душу Знакомит С Господом Душа Живет Рядом С Богом Она Питается Словами Божьими Законами Божьими Вот Исполнило Тело Закон И Душе Хорошо Почему Душа Должна Быть Над Телом Человека Как В каждой Семье Человеческой Должен быть Глава Мужчина А не Женщина Точно 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 Так Женщина Семье Тело Нашего Душа Должна Быть Выше Плоти Почему И посты У нас Почему И бороды У нас Почему У нас Одеяние С поясками Почему У нас Взор Потупленный Когда Мы стоим Против Кого То И Люди Аж Подпрыгивают Как Милиция Полиция Ну и Ладно Я не Собираюсь Глаза Как Боксеры Встанут И Так Дружку Перед Этим Ну Перед Этим Перед Перед Этого Публику Да На Публику Вот Это Они Любят И Друг Дружку Сверли Это В Говорят Да Мы Бьемся За Законы Божьи А Тут Вообще Никому Ничего Не Понятно Как Можно Биться За То Что Духовное Так Вот Это И Героический Подвиг Называется У Господа Бога Нести Подвиг Веры Вот Господь Дал Тебе Веру А Ты Несешь По Жизни А Господь Дает Он Не Может Дать На 5 Минут Ты Принял Веру И Через 5 Минут Ой Вера Мне страшно Все Все Не Хочу Нет Если Ты Принял Веру То Некоторое Время Может Быть Не Очень Долгое Ты С Этой Верой Поживешь Ты Будешь Мучиться У Тебя Совесть Будет Корежить Тебя И Конечно В итоге Ты Или Падешь Как Это Мы Видим Тернии Волчи Заглушили Веру Или Никогда Не Примешь То Сатана Будет У тебя Выхватывать Из Ушей И Уносить Это Все Как Мы Видим Опять Толкование На Эту Причу Осеятеля А еще Знаете Можно Еще Дополнить Нет Все Что Я Тут Передополнял Давайте Дальше Ну И Сейчас Все Пройдем Еще Четвертый Стих И Собрав Всех Перосвященников И Книжников Народных Спрашивал Где Должно Родиться Христу Толкователь Блажен Феофилак Говорит Перосвященники И Книжники Были Учители Народа Их Спрашивают По Распоряжению Божию Дабы Показали Истину И Потому Они Подвергнутся Осуждению Что Распили Того Кого Прежде Признали Царем Есть Что То Сказать На Это Ну Давайте Дальше Пятый Что Стих Они Же Сказали Ему Ну Как Были Это Продолжение Даже В Вифлеем Иудейском Ибо Так Написано Через Пророка Толкователь Каким Пророком Михеем Сказано То Ибо Он Говорит И ты Вифлеем Земля Иудина Ничем Не Меньше Воеводств Иудинах Ибо Из тебя Произойдет Вождь Который Упасет Народ Мой Израиля Толкователь Продолжает Не обращал На себя Внимания Потому что Был мал Но после Сделался Славен Потому что Из него Произошел Христос Ибо Теперь Все От Концов Земли Приходят Для поклонения Сему Святому Вифлеему Иудеи Говорят Что Это Предсказано О Зарававеле Предсказано Ну Что И ты Вифлеем Земля Иудина О Зарававеле Но Явно Лгут И Привещают Себя Ибо Зарававель Родился Не в Вифлееме А в Вавилоне И переводится Вникнивымя Зора Значит Семя И Рождение А Вавель Или Вавилон То есть В Вавилоне Зачатый Или рожденный Вот и получается Зора Вавель Рожденный В Вавилоне Но и Пророчества Обличают Их словами Которого Происхождение Изначало Дней Вечных Другие Бывшие Тогда цари Были Не пастыри Но волки И хищники А Христос Есть пастырь И наставник Как и сам Говорит Я Пастырь Добрый Как важно Связаться Священным Писанием Да Как важно Когда что-то Написано И ты Это можешь Подтвердить И главное Это авторитет Божественный Когда-то Это было Незыблемо Все Просто читали Из этого И люди сидели Молча И молчали Только внимали Этим словам Им нужно было Только рассуждение И вот Читаем Не имея Народ стоит Во дворе Прочитано Слово Божье И народ Стоит Дальше Ну кому понятно Кому непонятно И выходят И начинают толковать Это И написано И прилагали Толкование То есть Вот эти слова Растолковываю людям И написано И народ Понимал Прочитанное Вот Как надо было Каким путем Идти Не имея 8-8 Не имея 8 глава 8 стих Понятным путем Народу Все разъяснять Вот Сестре нашей Разъяснять Чтобы она Не малодушевствовала Дальше укреплялась Верить Все дальше Вот Нашей сестре Которая не видит Надо Растолковывать Почему Ей уже сложно Даже найти Самой И так далее Пока Есть Зрение Кто-то должен Объяснить Это Тебе Как Пришедшему Как бы Заминувшему Любому человеку Который только Через щелку Захочет Все должно быть Понятно Все До последнего слова И даже Мы говорили О рождении Христа И конечно Можно было бы Вообще Говорить Лучше Только Присутствующим Верующим Но мы шли На то Чтобы даже Человек Который Вопросы Задаст Не очень нам Понятные Нужные И мы даже На это идем Почему Чтобы человек Все до конца Осознал Что у Господа Нету никаких Тайм от человека Для спасения Бог Бог Все открыл Для нас Вот в этом Слове Своем И через своих Святых Мужей Еще знаете Написано Получается Что Как и раньше Так и сейчас Что получается Что Царь К Богу Людей не ведет Получается Что это было Как бы и раньше И сейчас Так же То есть Ничего не меняет За 2000 лет Ну я не знаю Что Я чуть ничего не поняла Да это Как бы сказать Ты хочешь Ответить Нет Это даже не вопрос Это как бы утверждение Он утверждает Что царь К Богу Людей не ведет То есть Ирод Спрашивал У книжников О будущем царе Для чего Он этого спрашивал Почему Книжники Задали ему А что ты спрашиваешь Вообще Зачем Потому что Он внутри Понимал Для чего Он спрашивает Он спрашивает Для того Чтобы его погубить Неужели У книжников У парисеев Не возникло Это чувство О духовном уровне Они ему сразу Выложили Там то Там то Да Чувствовали Они что Они хотят Его убить И предали Они его Либо просто Они этого Не чувствовали Вот такой вопрос А то что Сегодня цари Не ведут К Богу Так Нигде И не было Указания В Библии Что цари Должны Вести Народу К Богу Потому что Помните В Ветхом Завете Дай нам царя Чтобы как у других народов Царств Первое Первая книга Царств То есть Раньше были Судьи Поставленные Богом Которые Ну Судились Люди Сейчас Сейчас Мы пойдем В суд Обращаемся Там Кто-то Кому-то Конфликт Какой-то Решить Там Судья Он Суд Присяжных А раньше Были Богом Поставленные Люди Которые Судили Правильно Но Что-то Им этим Его Раз правильно Осудили Видно Второй Раз правильно Осудили Что-то Не нравится Дай нам царя Как у других Из-за Сыновей Самуила Все Произошло Они Не показались Праведниками И народ Поэтому Сказал Сыновья Твои Неправедны Просто Кого ты После себя Оставишь Давай-ка На царя Это все Первое Царство Там Описываться Нужно Было Подождать Просто Господь Дал Спасителя Это Давид Уже Подрос И он Был Тоже Как Всегда Просто Был Судьей К примеру Я так Думаю Но Народ Другим Он Пошел Он Захотел Сильного Могущественного Человека Он Дал Саула Выше Всех На одну Голову Самого Высокого Человека Израиля Выше На целую Голову Голова Это 30 Сантиметров Вот Там Был Двухметровый Кто-то Он Выше На Голову А Был Может Быть 2 30 Он Был И Выше На Голову Его Здоровенный Был Человек И И Все Посмотрели И Сказали Во Как Господь Любит Народ Свой Вот Это Дал Царя Нам Это Будет Настоящий Но Высота Головы Где-то Уме На Сердце Не Повлияло Оказывается Тем Более На Веру Его И Небольшого Роста Давид Среднего Роста Простой Был Человек Оказался Любезнее Богу По Сердцу Своему Которое Любило Бога Маленький Общел Более Успешен Чем Большой Он Не Очень Маленький Был Конечно Не Будем Говорить Что Он Картыш К Был Но Он Не Был На Выше Никого На Голову Был Простым Человеком Но Когда Он Шел Шли Девы И Жены И Пели Сзади Они Вдвоем Ехали На Конях Саул И Давид Саул Победил Тысячи А Давид Десятки Тысяч И Написано В сердце Вошла Зависть Саула И Он Сказал Как же Так Почему Мне Дают Только Тысячи А Давиду Десятки Тысяч И Стал Искать Как бы Погубить Давида За Сислава Зависть Да А Почему Сказано Что Почему Господь По сердцу Моему Избрал Мелкий Был Человек Давида Избрал По сердцу Потому Что Книгу Псалтырь Читаешь И понимаешь Он Любил Слово Божие Как Вот Сейчас Сказал Ты Фанат Библии Святой То есть У нас Так же Называют Ну А сейчас Тоже Зависть Двигатель Прогресса Вот Сейчас Грех Да Но Увидел Кто Ничего Никого Небудки Да А В Советском Сажали За торговлю А сейчас Тоже Грех Двигатель Прогресса Экономики Да В Советском Сажали Ну Не всегда Это Вот Изобрели Пенициллин И изобрели Сразу Три человека Получилось Одновременно Им дали Всем троим Нобелевские Премии Они Отказались От Нобелевских Этих Премий Еще Ну В пользу Там Пострадавших Людей Кто там И На Пенициллин Не взяли Патентов То есть Пенициллин Можно Выпускать Любая Страна В любом Количестве И Это Вот Единственная Лекарство Очень Мощнейший Антибиотик Против Заражения И так далее Ну Люди Перестали Умирать Это В сотни раз Меньше Сократилась Смертность Это Было Перед Войной Изобретено 1937 Году 1937 У немцев Войну не было Это Милосердие Называется То есть Они Они поняли У немцев Не было И говорят Что Одной Из Причин Поражения Еще Германии Это Очень много Раненых У них Умирало А в этот Момент Уже У англичан И У союзных Войск Смертность Свелась К нулю Раненых Ну После Ампутации И так далее К нулю Это Ну Господь Это Милосердие Люди Показали Свои Милосердия Так что Не всегда Это А почему Ну и Апостол Павел Об этом Сказал Но это не Американцы Были По-любому Почему Американцы Англичане Там были И Это Не всегда Так Будет Так что Человек Жестокий И вот он Жестокий Такой До конца Нет Апостол Павел Говорит Что Будет Более Сребролюбив Нежели Боголюбив И так далее То есть Он берет И противопоставляет Разные добродетели Разным порокам Апостол Павел Послание Своем То есть Последние времена Какой будет человек Тимофея Да Будет Самоволен А не Послушный И так далее То есть У него были Такие качества Можно открыть Вторую Тимофею Третья глава Читайте Ну Давайте Откроем Что же так Беседуешь А я так устал От беседы Как бы это Голодой Вторая глава Ну Начало Знать же Что Последние дни Наступят Времена Тяжелые Ибо люди Будут Самолюбивы Сыбролюбивы Горды Надменны Злоречивы Родителям Непокорны Неблагодарны Нечестивы Недружелюбны Непримирительны Клеветники Невоздержны Жестоки Нелюбящие Добра Предатели Наглые Наглые Напыщены Более Сластолюбивы Нежели Боголюбивы Имеющие Вид Благочестия Силы же Его Отрекшиеся Таковых Удаляйся Так это Как сейчас Ксим Принадлежат Тех Которые Вкрадываются В домы И обольщают Женщин Утопают Да подтишивают Я же читаю Слово И утопающих Во грехах Вводимых Различными Похотями Всегда Учащихся И никогда Не могущих Дойти Не могущих Дойти До познания Истины Подписывай Это кончится Он сам не работает По нашей Что будет дальше А можно еще раз Почитать Второй Тимофей Третья глава Можешь сейчас Почитать Ну-ка открой И прочитай Сама тоже Ну запиши себе И прочтешь Потом разберешь Второй Тимофей Это в последние дни Такие Так это сейчас Уже такое Уже Конечно Ну и идет Но однако же Есть милосердие Я пытаюсь Показать Пример Вот этих Троих людей Да Второй Тимофей Третья глава Вот Третья глава Нет 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 Туда дальше Мотать Ребенка Второй Тимофей Вот здесь Вот Тимофей Ну Послание Ну однако Вот сейчас В Донбассе И в Луганске Что творится Россия посылает Гуманитарную помощь Постоянно Больных Детей вывозят А могли бы их оставить Ну пускай И померли Как собачки Потихоньку Мотай туда Нет Тимофей Сейчас увидишь Так в этот момент Когда в Донбассе Вот это творится Показывают Взорвались Девятиэтажку Взорвали Вот так Обвалилась Весь подъезд А там Животные Остались Кошки Собаки Представь И люди Пытаются Их подкармливать Еще У самих Нечего Жрать Надо всех Кошек Пожрать Было Собаками А они Пытаются Ухаживать За ними Еще Вот оно Милосердие Есть оно Милосердие Да конечно Есть Ну как нет А этот Человечество Пытается даже На правах Закона Милосердие Вести Это вот Гагский суд Как это Тимофей готов Второй Тим Столько Много Шума Раз написал И все Третье Гагский суд Вот где-то Идут Там Античеловечные Какие-то Преступления Кто-то там Убивает Людей Или что Уже обращаются Находят тех людей Кто участвовал Их арестовывает Полиция Интерпол Называется Это интернационально То есть со всех стран Их находят По разным странам И везут туда В эту Швейцарию Там где-то И там И Страсбург И там Их судят Этих людей То есть это Своего рода Милосердие Пытаются Ну то есть Оградить людей Чтобы другим Не было Повадно Потом делать это Но Все это Пойдет на Убыль Все это будет Убывать Вот ООН Допустим Сейчас тоже Организация Объединенных Наций Что это такое Это все правительства Многих Многих стран Объединились И пытаются Урегулировать Мирным путем Все конфликты Какие На границах На границах В экономической Сфере И так далее И так далее Происходят Это что же Милосердие Вот это Милосердие Вот эти законы Которые удерживают Человека От ненависти Друг к другу Просто До последней Крайности Кипения Это называется Удерживающей Вот одно Истолкование Когда этот закон Исчезнет Не будет Вот этих законов Все Тогда ненависть Закипит До последней точки И все соберутся И пойдут Друг на друга Биться Убивать Украина Настолько Ненавидит Россию Это ужас Извините Можно Запомни Я в Москве С Украиной Общался С кем С Украиной 23 года Запорожье Она говорит Что Нам по тезону Играет В Харькове Тоже идет Война В Харьковской области Там тоже Как война Ну в Харьковской области Там тоже Партизаны Типа Да Там вообще Полным ходом Там взрывы Какие-то были Там Подвижность Играет Но там Тоже идет А я даже удивился Почему При Днепрове В Харькове И в Николаеве В Одессе Нету Партизанских Отрядов Ведь это Тоже Пророссийские Там Настроенные Регионы Я напишу Там уровень Жизни Десять раз Ниже Чем У нас Вообще Очень Бедом Подиграть Там Что Плохо А на самом деле Так плохо Что это Просто Кошмар Они хоть Сейчас готовы Под Россию Пойти Наверное Да Поэтому Американцы Боятся Всего Поэтому Они Что Будут Делать Но Русские Тоже Молодцы Показывают В Донбассе Чеченский Батальон Добровольцы Касы С бородами Все Ну а Что, кого убьют, то сожрут, что ли? Не-не, за еду всегда наемник добровольцам платили. Ну как платили? За еду всегда давали добровольцам. Ну ты же пришел, дом бросил, прибежал, ты что дальше? И что, сам будешь теперь искать кого-то, чтобы тряхануть, последнюю бабушку, что ли? Да ты что? Украинскую армию понятно, кто спонсирует, а украинское правительство. Кстати, там тоже убивают, она говорит, что у них подушки, а у них пасть. Восстановление было. И падены на юных. Тише, ну вы слышите, кто-то говорит, замолкайте, что вы друг друга... Ну о чем ты хотел сказать? Я хотел сказать, что Россия дает этим добровольцам тоже, и оружие они тоже дают. Оружие дают этим добровольцам. И даже их привозят оттуда. Откуда вот это у вас? Ну я... Тихо, 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 мы тут не в диспуте. Радио слушаем. Ну так, все вы сказали. Теперь вывод, что вы хотите сказать-то? Ну вот сказать, что они воюют против России все. А Россия не против, она никого не воюет. Россия белая, пушистая, она это, ангел, шестикрылый серапин. Вот Россия, это тоже и воюет. Или шестикрылый серапин все-таки черного цвета. У нас сутоки эти, хорошие летают, они. 40 точек сразу может стремнуть одновременно. Вот такие вот у нас, пятого поколения называется. Слышали о них? У американцев таких, они дрожат, боятся, как бы в один разок не пульнули. Всем Брюсселям там капут будет и Берлином. Боятся Россию. И не просто так боятся. Они знают, что наши священники благословляют. Что у нас тут весь народ молится за своих воинов. Вот недавно, брат, можно привести пример? Видеоролик видели, мы с Игнатьевым смотрели там. И один немец, он сам немец. Он говорит, мы молились, когда шли на войну, на русский, мы молились, чтобы победить их. Но и они, говорит, русские же тоже Богу молились, чтобы нас победить. Я, говорит, сейчас вообще разуверился в Боге. Я стал неверующим. Но наша молитва была сильнее, Господь был послужил нашему листу. Ну показывают, есть такой фильм, мы солдаты, это Мэл Гибсон играет. Вот это первые бои во Вьетнаме. И вот они придумали новую концепцию, как захватывать территории вьетнамские. То есть высаживать десант в тех местах, где они знают, есть подразделения вьетнамские, и выманивать на себя огнем, а потом артиллерией, самолетами с моря, накрывать эти силы вооруженные. И вот он сидит, молится. У них там такая, ну как, часовенька. И он зашел, смотрит, один сидит и плачет. Лейтенант. Он подошел, его успокаивает, он сам полковник. Успокаивает его, все, ну ты что, молюсь, чувствую, что меня убьют. И вот это, ну как бы тяжело, жена, дочка остается. То, да ладно, сейчас мы давай вместе помолимся и молиться. И такими словами, Господи, ты же знаешь, что мы настоящие верующие, а не эти язычники. Они каким-то там идолом кланяются, а мы-то настоящему тебе, Богу, молимся. Поэтому дай нам победу. Понял, говорит, как надо молиться тут. О, ну что, как вдохновился? Да я вдохновился, все. Теперь, говорит, Бог нам даст победу, так что ты не бойся. Вот и все. Ну что, поубили этого, ну полковника только ранили, а этого-то убили. Ну, поубивали там они, победили вьетнамцев сначала. А потом вьетнамцы так взяли силу, что убили, у них были потери 160 тысяч убитыми и ранеными у американцев. 160 тысяч контингент пришлось вводить, миллионный, 7 флотов, 7 флотов было по побережью Вьетнама. Все, что могли, туда задействовали. Было сбито, 1100 самолетов сбили. Почему? Потому что Россия помогла. Комплексы Су-125. С-125. С-75. С-75 и С-125 были. И все. Вот такие вот дела. И теперь что, американцы должны о нас думать, хорошие? А мы что должны о Америке думать? А в Уганистане они что-то делали, тоже помогали в Уганистане. Вот если бы то, что мы сейчас говорим о разности, в чем разность тех, кто исполняет полностью законы Господни и те, кто пытается подменить их, то есть похоти сатанинские исполняют. Если бы так пожили хотя бы лет 10, то увидели бы, что случилось бы. Да даже бы одного года хватило, увидели бы. Но Барака Обама смеется, он взял и цитаты из Библии и неправильно как-то высказал, там все как-то читали. Да, 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 было такое. Он просто взял высказывание какого-то фантаста, тот там, ну, как бы такую притчу сказал, что если ты живешь в стеклянном доме, то не надо из него бросаться в других камнями. Ну, тут ясно, да, мысль? У тебя же дом стеклянный, камень может в ответ прилететь. И он цитирует это и говорит, что написано в Евангелию Матфея. И вот это вот цитирует. И все начинают смеяться. А где там написано? Как будто вы все такие библиофилы. Все они-то знают. Чего смеяться-то? Никто ничего не знает. Он сказал, там вот девушка дружит, да, ну, парень, а они, как наемники, за деньги получают, настояние бандитовцев, там тоже у них это все проплачивается. Там не просто люди, там какие-то здоровые, там, слова Украины. Все за деньги, там, они тоже все. Это все сатанинское нам давно известно. Поэтому мы тебя призываем и друг дружку к тому, чтобы жить по законам Божьим. Никто не прав. Ни те, которые туда стреляют, ни те, которые... А кто больше прав? Те, которые сидят в своих домах, получают снарядами. Или те, которые сидят в Киеве, получают гробы своих детей, а потом идут в церковь и молятся Богу. Вот эти правы. Почему? И молятся Богу в истине, чтобы Господь остановил это безумие. Со всех сторон. Деньги получаются, они считают, что они патриоты, они настоящие католики. Но таких людей очень мало, потому что вот убитые детишки, которых там около школы накрыло, там, три человека. И мать их плачет. И что же это? Да за что же мне? Да зачем же я тут стою и молюсь-то? Лучше бы, чтобы, ну, все мирно у нас тут было, там, ну, не было бы войны и так далее. Да Господь... Я думаю, да ты чё, о чём ты говоришь? Тебя Бог и прислал сюда, потому что ты не молилась, чтобы ты хоть раз помолилась в жизни-то. А теперь она кричит. Зачем я тут стою и молюсь? Нам зачем это нужны, эти гробы, и молиться? Понимаете, о чём речь идёт? Это, это сатана кричит насмешкой к Богу. Мой сын лежит здесь убитый, и я всё равно молиться не буду о его спасении своей души. Всё равно я ненавижу всех. И в первую очередь будут такие люди, которые говорят, что я ненавижу Бога, вот как. И они будут стоять перед судом Божьим. Они будут всё видеть, и некоторые, написано, будут проклинать Бога, стоя перед его судом. Вот до чего дошёл человек, до сатанинского происхождения уже, а не божественного. Ну, мы прочитали. Я говорю, Господи, да, это страх Божий. Это страх Божий этим. Порошенко мы всем, всем правитель. Правильно или нет? Конечно, правильно. Ну вот, смотрите. Порошенко тоже на время дарить. Чак, я не понял, ты чё говоришь? Подвожу парня, он видит визит, он говорит, верующий. Я говорю, верующий, ну и как, помогает. Чё помогает? Ты спросишь. Чё? А, он конечно помогает. Я молчу. А чё не сказал помогает? Я паузу, удержу, думаю, может он с насмешкой или там, он как-то вот так. Кощунин. Я говорю, а почему вы решили, что Бог обязан нам чем-то помогать? Я говорю, нам, ну, потому что и верующие, и неверующие же есть люди. А по нему не скажешь, что он верующий. Ну ты имел в виду земное, наверное, да, что-то? Да, он имел в виду земное. Не знаю, да. Ну и ты тоже понял. Вот. Я его просто... А он мне отвечает. А ты чё, когда вообще нужен Бог? Понимаешь, что если у людей понятие какое, что Бог это какая-то вот золотая рыбка, которую помолишься, и он тебе принесёт. Понимаешь? Помолишься, и Путина, наверное, так, два священника помолятся Богу, и он даст победу. Они помолятся. Да всё он понимает. Помолятся и победы. Всё можно добывать. Сидит священник, даёт интервью. А уже такое интервью. Самый там какой-то древний монастырь, там был очень огромный, там комплекс целый монастырский, недалеко от Москвы. И он настоятелем в этой деревушке. Ну там уже был большой городочек, потом хирел-хирел, во время войны там поразгромили, и сейчас там такая деревушка небольшенькая, несколько там сотен дворов может всего. И он это, сидит и говорит, ну как сюда попал я? Ну вот, ходил, говорит, там, молился, вот, так же, в монастыре. А меня заприметили и сказали, ну давай, ты священником готов уже. Ну вот, говорит, и попал. Сейчас, говорит, сам не знаю, правильно сделал или нет, что. Ну вроде как. Вот, тут живу, молюсь. Ну и спрашивают, ну а как паства? Да чё паства? Люди же, говорит, как у нас делятся? На тех, кто верит в материальное, и тех, кто верит в вечную жизнь. Вот, которые, говорит, в вечную жизнь верят, их совсем-совсем, говорит, мало. А так, говорит, у меня в основном ходят сюда молиться за коровок за своих, за земельку, за урожай, за погоду, за детей, говорит, своих. Священник, говорит, сам. А тех, говорит, кто по-настоящему, говорит, чтобы на небо, чтобы вечную жизнь, таких нет, таких очень мало. Ну есть, говорит, у нас такая небольшая общенькая. Вот и всё. Это священник, он сам понимает. Просто он в простоте сидит перед камерой, ему уже лукавить некуда. И он говорит всю истину. И он принимает-то всех. Он не учит их, в чём его беда, этого священника. Он не знает, что надо учить. Почему он сидит, растерянные глаза? Да, говорит, не знаю, правильно я стал, что священниками или неправильно. Извините, я отчётки сам. О, ничего себе. Ты чё, нет, я не буду повторять. Потом посмотришь там. Давай, дальше. А что апостол Павел говорит? Что если мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастны всех. Только в этой жизни. Только в этой жизни, да. То мы несчастны всех человеков. Да, вот этот стих. О чём ты говорил сейчас? О чём говорится? О коровках. Я сказал бы этим людям. Кто только в этой жизни надеется на Христа, Тарас, тот несчастнее всех человеков. Кто и что? Повтори. Я пишу, просто напису, здесь мне сложно всё спеть. Неусловно. Кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков. Кто только в этой жизни. То есть он не надеется на жизнь будущего. То есть он вот коровка, земелька, погодка, машинка, квартирка. Дедишки. Учёба. Служба. Парьера. Вот это всё. Ну можно перечислить по пальцам. Это ида улица. Ради чего люди ходят молиться Богу? Это самый низкий уровень. Да это не низкий, это никакой уровень. Это становится несчастнее всех человеков. Они несчастны, они не блаженны. А блаженны в заповеди блаженства. Счастливые, нищие духом. Те, кто осознает себя духовно нищими. Духовно нищие есть люди. Они просто прощают что-то материальное. Так вот духовно нищие. Вот как я же тоже духовно нищие считаю. Вот почему и... Брат, можно? Ну можно сказать. Почему и Господь привёл... Просто пишешь. Да. Однозначно. Да. Господь-то привёл в виде притчи, что у кого было основание, оно построено на песке. И найдёт, что вот это вот, именно житейские вот это, всякие проблемы, там, болезни и так далее. И человек, кто-то умирает взросленько. Вот мы недавно на благоресте ходили, одна женщина в автовокзале. Я подаю ей визитку. Она такая, да зачем мне? Говорит, она... Я, говорит, молилась, молилась. Он мне, говорит, Бог-то не помог, говорит, нисколько вообще. У неё, видимо, кто-то из родных умер. И она говорит, и всё, она разуверилась. То есть вера была основана не на камне, а камень, это Христос, Слово Его, вот она. Она его не слышала, Слово Божие, основания Слова Божия не было. И всё. Когда он напёрл вот эти все, говорится, бедствия, вот это, и человек упал, то есть падение его совершилось. Потому что не было основано там, на Христе. Игнатих, Игнатих говорил же, да, что почему не учит? Потому что священники плохо работают, телющие плохо проповедуют. То есть, как бы, это же всё. Да, это всё за нас. Только поедем мы завтра. Тут всё вкупе, всё вкупе. Я хотел сказать, помолитесь, завтра поедем по Винтюшкам, пойдём. Да. Ну, конечно. Конечно. Мы поедем вчетвером. Так, там пока вчетвером, чтобы сестра была, два брата. Один снимать будет. А кто вчетвером? Один будет беседы попытаться завязывать. Одни нажал. Двое будет. Он тоже поедет. Да. Поедет она всё-таки, да? Ну, он уже звонил. Ага. И вот сестра будет, ну, как он, для антуража у нас. Ну, тоже визитки будет раздавать. Естественно. Визитки возьмём с собой, новые заветы. Попытаемся с людьми побеседовать, рассказать о Евангелии. Рассказать. Просто тем. А кто из сестёр поедет? Таким нажалом. Я вчера видел на Ютубе видеоролики. Летом, в этом году, 2014 года, протестанты заходят прямо в автобус, в трамваи, в троллейбусы и благовествуют. То есть о Христе говорят прямо. С Библии в руках он стоит. Прямо вот в этом году происходило летом. Вот тебе, пожалуйста, пример какой. В России. У нас здесь, в Барнауле. В Барнауле. Да. Там Барнаул написано. И такой брат Владимир говорит проповый, брат Александр говорит проповый. На автовокзале они точно так же заходят, пока там стоянка стоит небольшая, что автобус ждёт, когда все наполнятся-то. Вот. Он заходит прямо и говорит, минуту-две, полторы минуты. Раз, немножко вкратце всё расскажет о Христе, о Вечности, о Суде Божьем, и уходит. Шофёр смотришь, заходит, раз так постоит, посмотрит, вот раз проповедник пошёл, он рассел. Всё. То есть вот так вот. Они трудятся. Ой, погоди. Ну ладно, у нас зависть не должна это брать, но должна ревность побывать. Да, это ревность только, что у нас. Седьмой стих. Тогда Ира тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды. Наша ревность должна быть в чём? Вот сейчас мы проходим толкование по Блаженному Ферфилакту. Блаженный Ферфилакт в основном брал Златоуста, но ещё и многими другими трудами святых отцов пользовался. Потому что до него уже прошли очень многие толкователи Священного Писания. И Василий Великий растолковывал, и Ефрем Сирин растолковывал. То есть были настоящие прям толкователи, которые толковали стихи Писания. И Златоуст был одним из самых плановитых из них. И он основывается на Златоусте, берёт, но и он сам, я думаю, мог тоже толковать, потому что он святой муж Блаженный Ферфилакт. Поэтому Господь ему открывал это всё. Поэтому нам нужно воспринять это всё, во-первых, и постараться запомнить это толкование ещё. для того, чтобы можно потом с людьми где-то в беседах рассуждать и правильно комментировать места Писания. И самим правильно понимать. И умудряться во спасение, естественно, в нашей жизни повседневной. Это вот великая ревность должна быть по Богу. И так Блаженный Ферфилакт говорит, тайно призвал их Ирод, опасаясь иудеев. И подозревал, что иудеи быть может скроют младенца и постараются спасти его как своего будущего избавителя. Поэтому тайно хотел погубить его, тщательно разведывал, потому что звезда явилась во хлам прежде рождения Господа. Так как им надлежало употребить много времени на путешествия, то звезда явилась им задолго, дабы они могли поклониться ему, когда он был еще в пеленах. Впрочем, некоторые говорят, что звезда явилась им во время самого рождения его, и что волхвы шли два года и нашли Господа с матерью не в пеленах и не в яслях, а в доме, когда ему было уже два года. Ну ты лучше держись вышесказанного. Вышесказанного значит до рождения. Хотя, если и около двух лет ему было, то есть они уже пришли там, где он жил, это тоже не противоречит. Откуда евреи пошли, увидели ли они звезду, об этом не говорится здесь. Но полкователь и так, и так пытается нас подвести к тому, что это и не важно было. А главное, что они пришли. Ирод думал, что евреи до такой степени любят свой закон, что попытаются даже спасти младенца. О, как он был далек от истины. Даже праведный Иосиф и тот пока не получил указания от ангела ничего не делал для спасения Христа. потому что я не знал надо его спасать или нет. Только вмешательство самого Господа, то есть свыше вмешательства предотвратило, конечно, смерть Господа. Но ее и не должно было быть. Но однако мы видим, что покушение было. И покушение было немалое. Целое бойско иудейского царя Ирода искало Христа. И как он пытался это сделать, а с чем дальше? Не, ну какие-то на нас ответственность возлагает. Давайте поговорим об этом. Ведь Христос это слово, а слово это священное писание, основа нашего спасения. По нему Бог будет судить. И сейчас на наше слово покушение идет. Его пытаются скрыть. Оно родилось уже в 1876 году. Для русского человека родилось слово Бога. Я читаю и я понимаю все почти до конца. Что я не понимаю здесь? Я не понимаю того, что Господь сокрыл от меня, как неверующего человека. И поэтому, когда Господь даровал мне веру, и в полноте открылось слово мое, я понял, что для многих людей это как будто Христос перенах, его никто не знает, он лежит где-то там. Кто его может открыть? Кто его может спасти? Бог. А как? Он открывает некоторым познание этого слова в вере. И человек наполняется, как Иосиф этим, и берет младенца, мать, и идет в Египет. Идти, идти, идти. Для чего? Чтобы в Египте тоже знали о законах Бога. А что такое Египет? Это дальняя сторона, это не твоя родина. И нам тоже надо вставать и вот с этим словом идти. Для чего? Чтобы там люди узнавали о Христе еще там. Для чего? В дальнейшем чтобы вера пришла к ним. Это называется проповедь. Есть ближнее, есть еще ближе. Христос вообще когда ходил сказал, идите, учите народы крестяев во имя Отца и Сына. То есть идите, учите, идите. Кому дано учить? Тебе дано учить? Нет, не дано. Но ты можешь показать людям слово, ты можешь его распространить. Ты можешь визитку подать, где люди говорят о том, как слово распространяется. Я сам не знаю Библию, кто я буду распространить? Можешь. Если у тебя будет познание, если тебе Господь даст познания эти, ты будешь распространять. Почему нет? Может быть даст, но я имею в виду, что сейчас пока я даже вообще темный человек. Это как в школе есть образование, да, а у меня даже нет начального образования. А мы понимаем, что слово убивают, наше слово пытаются убить, как бифлеемских младенцев. Это вы сектантов имеете, да, всех? Я имею в виду не только сектантов, и безбожников, и все, все слово Божие долго жгли, в России больше всего. И вот смотрите, получается, что христианство принято было в каком, в 1908 каком Подожди, нет, В 1988 году, да? И еще получается, только в 1876 году мы только пилили на русский язык? Вот так вот, да. То есть, получается, 10 веков? Да, почти 1000 лет. Чуть-чуть за малую не дотянули до 1000 лет. Получается, 1900 лет точно у нас не было перевода. Так, считается, что к нам пришла вера христианская в 9 веке, потому что бабка Ольга крестилась в 866 году. Бабка Ольга, бабка Иль этого, Олега, князя Владимира, она крестилась в 866 году. То есть, как 1000 лет до нас не дошло слово Божие на понятном языке. получается, что у нас потом была эволюция в 866 году, да? То есть, у нас вообще слово Божие никто к нам в истории и так... Механическое христианство. Будем так говорить, вот слово Божие к нам пришло через протестантов, вот по-настоящему. Баптисты, потом пятидесятники, они прям пришли с переведенным на русский язык словом, они миллионными тиражами к нам забрасывали. 66 книг. Не 77 Библии, а 66. У нас тут заполнено все. А русская церковь православная только сейчас начинает выпускать Библии подарочные, что вообще не берут деньги за них. Это только-только начали год-два может. Вот подарочная Библия есть. У тебя есть вообще Библия? У меня вот есть. А Библия целиком есть? У меня три книжки. А Библия есть? Это у него новая Зайская. У меня есть Библия дома-то. А, Это не протестанты дарили. А, протестанты дарили? А, Покажи, покажи ее. Там 66 или 77 уже? Нет. бестолкования. А, вот это? А, здесь тоже 66 значит. 66, да. Да. Я думал, что это православные. Да, я думал, что православные выпустили. подождите, поторопился. Значит, еще и в этом году не начали. Это у меня в Библии православные. А, это у тебя же православные. да. Да, их продают, что их не дают. А там же одно тоже пишет или разное в Библии православные не дают. Одно их тоже. Там написано не канонические, не канонические, один из не канонических православных всегда указывается об этом. 66 а А канон установили как будто евреи, считается. Нет, бывают же еще не синодальные переводы. Ну все, брат, по времени все. Да, все, по времени. Единственное, вот можешь прочитать, Тарас, для себя, в чем зависит твое спасение от временем 10 глава, 9, 8, 8, 9 там. Не, ну всем же надо куда-то. Мне сейчас звонить будут. Прочитай. 10 из них? Да, 10 главы. Вот 10, да. Спасилась Христос. 8, 9 стих там. За труды ваши. Продолжайте читать. Слух, слух прочитай, если я начал. Только это, без волнения. Читайте. Простите, я слабенько. Тихо, тихо, Игорь, прочитай слово. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу обызрали во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют верность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумеется, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивши его, человек жив будет им. А праведность ответа так говорит, не говори в сердце твоем, кто зайдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что вы, в Писании, близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем, ибо если в устах твоем будешь исповедовать Иисуса Господом и в сердце твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Все, Тарас, остановись. Вот этот стих я тебе хотел указать, последний, который ты прочитал. В чем зависит твое спасение каждого вообще человека именно вот в этом стихе. То есть ты должен не только, сердце должен веровать, потому что в праведности написано, то есть исполняя заповеди Божии. А что спастись, ты должен исповедовать Иисуса Христа. Исповедовать не где-то на испов Gelis. Исповедовать перед людьми. Это уже о благовестии, 10 глава. Римлянам, 10 глава. То есть здесь конкретно апостол Павел говорит о благовестии, то есть исповедовать перед людьми. То есть это как вы сам берёшь, и так это пневмка своеобразная такая укрепление веры. Это в обязанности стоит. Апостол Павел говорит в 1 Колимфеан, 9,6, он говорит это необходимое глобальное обязанность. Горе мне, если я не благовестую. Господь нам в обязанности это поставил. Ты уверовал, поверил, все, иди должен об этом рассказать. Да это и по заповеди Божьей же, возлюбить ближнего своего, как самого себя. Если ты желаешь своей спасения души, ты должен спасения желать и ближнего своего. Ну это в основном так говорят, что баптисты в основном заметил. Так они на основании Слова Божьего говорят. Да, да, да. Совершенно верно. В христиане как бы так в основном только Европа сначала, что лучше, что пытается. Ну да, да. Православные это только мы. А другие просто... Ну католики тоже так же не делают, как и вы. Это тоже так и не делают. Это у испокон веков только пошло, да? У католиков и у православных испокон веков пошло так. Родился в семье католической католик, родился в православной, православной, все. Ты родился уже там. Ну там крестили, атрибутика сделали, все. Крест на шею и пошел. Да решили. А почему ты православный? Потому что я крещёный. Да. Вот так вот, да? Да? Да. Все, ответ простой. А ты знаешь там что-то? Ну, а что знать? Да я вообще не знаю что-то. Да и вообще даже этого не скажу. А зачем знать что-то? Так если столько веков у нас такое прощение. Что я не знаю через какой включить? С 8 стиха. Матфея 8. 2, 8. 2, 8. Ну и там можно стихов несколько почитать. Матфея 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 8 стих, да? Да, 8. 8 стих. Ну, глава напиши, а 2, глава 2. Ну, я бы чтобы понимать до начала, потом уже буду. Я же тоже учуясь. Так, а ты же сколько-то поставь себе? Как правильно, да и все? Мфе, точка, 2. Ну, так а так я почитаю. Потом отбори. Да ладно, все. Вот, Боря. Понятно. Так, а так я почитаю. Докумайся, 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 Блажитетя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения с Ерафим, Без искления Бога, Слава Родшую, Сущую Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, Благодарим Тебя, Христе Боже наш, за то, что вновь позволил прикоснуться к Слову Твоему. Дай все услышанное разуметь, принять все это верою и рассказать другим людям, пошли на нашем пути этих людей, жаждущих, слышать Слово Твое. Наполни наши уста благодарением Тебе, Господи, за то, что Ты избрал нас, за то, что наполнил нас верою, за то, что дал нам правильное уразумение священных Твоих Писаний, за то, что даровало нам истинных толкователей, Господи, слава Тебе. Благослови предстоящие благовестнические поездки, пошли нам доброго ангела-хранителя, чтобы сохранил нас в пути и вогротил нас в мире. Наполни наши уста, хвалуя Тебе, Господи. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.